Прочитал у одного священника, который долгие годы питался самой простой непредиздательной пищей, вроде ежедневной гречки и ментая по праздникам, при этом регулярно жертвуя на церковь, что жертва на храм – это фундаментальная перестройка личности, что добровольно искренняя жертва буквально преобразила его жизнь. Такое ощущение, писал этот батюшка, что Бог кладет руку тебе на плечо и улыбается в лицо. Такие чувства близости Божьей в своей жизни способны испытать святые после долгих лет молитвы и аскезы. И это же чувство было открыто евангельской вдове, чью малую лепту Господь принял как самую богатую жертву и воздал ей сто крат. Когда говорят про церковь, часто спрашивают, а при чем тут вообще деньги? Святыня и вправду ничего не стоит, или стоит больше всех в мире денег. Ее цена – любви, а любовь проявляется святой бескорыстной жертве. Святой жертва становится по любви, по нашему искреннему желанию дать тому, кого любим, самое лучшее. Жена красивая для тебя и в старом заношенном платье, но когда купишь ей новое, это откроет тебя для нее с лучшей твоей стороны. Ты можешь любить ее в душе сколь угодно пылко, но букет роз скажет больше всех твоих многозначительных взглядов. Богу от тебя ничего не нужно, и храм прекрасно простоит без тебя. Но если хочешь стать совершенным, почувствовать радость совершенных, жертвуй на храм. Увидишь, как твоя жизнь изменится. Прекрасный актер Иннокентий Смоктуновский, прошедший Великую Отечественную войну и тюрьмы, вспоминал. Я, может быть, жив только потому, что верую в Господа. А через все тяготы войны прошел, когда со мной только смерти не было, она просто мимо прошла. До войны я жил у тетки, мне было 6 лет. В какой-то праздник она дала мне 30 рублей и сказала, пойди в церковь, отдай на храм. «Тридцать рублей, а мороженое, которое я так любил, стоило 20 копеек. На эти деньги года полтора можно есть мороженое. Нет, не отдам 30 рублей каким-то тетям и дядям в храме». Решил я тогда, оставлю деньги себе, а тетке скажу, что отнес. Тем не менее, почему-то все равно пошел к храму, сам не понимая, как зажатым кулаком оказался возле церкви. Зашел внутрь, там было так красиво, я стоял весь разомлевший. Потом легко подошел к священнику и сказал, возьмите на храм, возьмите, пожалуйста. Вот сейчас я убежден, что это Господь меня испытывал. С той поры я понял, что кто-то на небе поверил в меня. Если бы тогда я не отдал эти деньги, не смог бы пройти войну, плен и тюрьму. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok